здравствуйте уважаемые подписчики начинаем свой обзор ремонт квартир но начинаем его в необычном месте это мебельное производство это мебельное производство компании неаполь то есть по вашим просьбам мы теперь предоставляем полный спектр услуг то есть и ремонт и мебель а мы готовы сделать для вас кухни шкафы купе и любую корпусную мебель наше производство уже работает мы уже делаем для вас мебель здесь у нас распилочный станок формат на распилочный станок это профессиональное импортное оборудование вот как видите ребята сейчас делают заготовки для шкафа купе здесь мы видим кромочный станок он нужен для того чтобы обрабатывать торцевые поверхности детали то есть видите вот это не закромленная часть вот это закромленная часть немножко отвлекаем ребят от работы попросили продемонстрировать станок в действии вот видите как это было да и сейчас увидим как будет после и вот мы видим закромленную деталь ну а это присадочный станок то есть он делает отверстие нужной формы нужного размера для того чтобы потом закреплять здесь петли ручки но другую фурнитуру и соединяя детали между собой давайте посмотрим как это происходит ну вот видите мы сделали отверстие в этой детали для скрепления и другой детали все спасибо миш за демонстрацию а мы перейдем к основной теме к ремонту квартир к цеху мы вернемся чуть чуть похоже сделаем отдельный большой обзор а теперь ремонт квартир и так представляем вам ремонт еще одной однокомнатной квартиры это находим сейчас жека метеора если помните в прошлом видео мы заходили квартира еще не было доделано идут малярные работы сейчас здесь клеит обои останется двери сейчас она доделана здесь стоит уже кое-какая мебель то есть шкафы и кухня сейчас мы находимся спальне здесь небольшая комната и очень темная очень темная потому что здесь маленькая окошко несмотря на это хозяйка пожелала здесь поклеить темные обои а ну как вы видите это не выглядит страшно или как-то темно да то есть все решается просто освещением сейчас мы находимся во второй спальне здесь светлая комнатка у нас такая и вот на этой стеночке этот модный тренд прошлого года обои в стиле листья папоротника было чем у очень многих производителей были такие обои то есть ну как бы это было модно в том году я сказал что это модный тренд прошлого года что будет в этом году то есть какие модные тренды мы еще толком не знаем потому что выставка отделочных материалов которая должна была проходить в москве одну самой крупной у нас в россии из-за коронавируса переносится поэтому посмотрим дальше давайте одним глазком заглянем в этот уютный балкончик панорамное остекление все хорошо красиво можно поставить столик пару стульчиков и радоваться жизни кстати он там вот потолке попросили нас сделать крюк там будет висеть кресло гамак а не могу не показать вам санузел здесь очень яркая плитка вот как то так это все выглядит на самом деле я думаю вы уже обратили внимание что в этой квартире очень много ярких пятен и очень мало окон то есть света естественно в квартире очень мало а вот но зато мы сделали много освещения за счет этого вот все вот это вот ярко и контрастная очень красиво смотрится возвращаемся в основное жизненное пространство этой квартиры здесь у нас получается кухня гостиная совмещенная с прихожей тоже посмотрите на контрасты цветов во всем и в мебели и в обоих как уже упомянуто в самом начале да то есть как бы здесь уже частично стоит мебель от наших партнеров а тут вот тут вот такой вот шкаф-купе для верхней одежды для всего для хранения да то есть и вот здесь вот у нас установлена кухня опять же в таком контрастном цвете а теперь пойдемте на следующую квартиру мы находимся на жека адмирал хотим показать вам ремонт евро двушки я уже упоминал в роликах что это такое давайте обзор ремонта начнем с обзора вида из окна и вот там кстати во дворе можно увидеть как строится детский сад это к слову о том что в анапе не строят детские сады кстати строит его компания славянский дом сейчас мы находимся в кухне-гостиной и хочу обратить ваше внимание что пол разделен на две части в зоне гостиной уложен ламинат в кухонной зоне и зоне прихожей уложен кафель как правило кухонная зона и зона прихожей это более грязные и мокрые зоны по полу да то есть поэтому здесь уложен кафель который более устойчив к агрессивным средам здесь уже установлена кухня которая сделана в цеху которую вы видели ранее столешница текстурная очень приятная на ощупь вот этот материал из которого сделаны фасады да то есть как бы вы к сожалению не можете пощупать да то есть но очень приятный на ощупь материал кстати называется супер мат когда будете в нашем офисе можете потрогать это и выбирать ящики все выдвижные выдвижные ящики все доводчиками а теперь хочу вам показать сушку для посуды как видите в этой конструкции не дна это чтобы обеспечить естественную вентиляцию да то есть как бы и не создавалось ощущение запрелости в шкафчиках все капельки собираются вот в такие вот поддоны вот этот шкафчик сделан специально под микроволновку если обратите внимание на то есть он немножко выступает чтобы микроволновка могла встать туда и вписаться по размерам а вот это шкафчик за вытяжкой видите мы скрываем все коммуникации все трубы все скрываем коробами ну чтобы было красиво ну конечно подсветка это очень удобно когда вы готовите вас непосредственно свет идет на продукты нарезочные доски ваши кастрюльки я просто тоже очень любую готовить иногда вот это очень удобно хочу показать вам одно интересное решение это подсветка штор ну здесь нет штор если бы они были вы бы увидели что это очень красиво ну а это спальня здесь одни из моих любимых обоев поклеены сейчас антон снимет и крупным планом чтобы видели они красивые не кстати очень текстурные на ощупь приятные очень светлая комната два окна это конечно круто теперь заглянем санузел как вы уже заметили во многих квартирах жк-адмирал два санузла ванна и туалет здесь установлена душевая кабина с тропическим душем кстати тропический душ такой вы тоже можете выбрать в нашем офисе но я про другое вот сейчас вот там вот посмотрите сделаны полочки ну тут была такая возможность был кусочек шахты да то есть мы сделали полочки под шампуньки мыло и другие банные принадлежности а это второй санузел маленький с унитазом и рукомойником на этом мы закончим данный обзор ждите наших следующих обзоров ставьте лайки комментируйте если вам что-то интересно пишите может быть от глубже раскрыть какую-то тему ремонта у нас нет секретов пока